Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня такую непростую тему, как уголовную ответственность юридических лиц. Эксперт студии, моя коллега Виктория Целюрик, адвокат-партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры». Виктория, доброе утро. Да, доброе утро. Ну вот, собственно говоря, вопрос достаточно такой серьезный в связи с тем, что в нашем законодательстве, в российском законодательстве, уголовная ответственность юридических лиц на данный момент, в принципе, отсутствует. Она отсутствует как класс, невозможно. А по уголовному делу обвинять юридическое лицо, только физическое лицо. Ну, в ряде, например, ситуаций, это могут быть, если мы говорим уже о преступлениях, которые при помощи юридических лиц совершаются, это могут быть, например, руководители данного юридического лица. Но в любом случае ответственность уголовную несет лицо физическое. И у нас характеризуется обязательно составляющий, так называемый состав преступления, обязательно умыслом. Это субъективная сторона, которая в виде прямого умысла, ну, как правило, прямого умысла, если мы говорим об экономических преступлениях, реализуется. А умысел может быть по конструкции нашего уголовного законодательства только у физического лица. Вот, Виктория, что вы думаете по поводу уголовной ответственности юридического лица? У него вроде умысла-то быть не может. Ну, наверное, в принципе, и революционность этого законопроекта в этом заключается, что, скажем, новелла в уголовное право, да, то, что он субъектом уголовных правоотношений всегда являлся, как вы уже сказали, физическое лицо. Здесь, в данном случае, господин Бастрыкин, так скажем, продвиженец данной инициативы, считает, что субъектом уголовного наказания, уголовных правоотношений является юридическое лицо. А зачем? Вот первый вопрос, зачем? Знаете, я до конца, вот моя личная точка зрения, не знаю, зачем, потому что в нашем уголовном, не уголовном, а вообще законодательстве, есть, ну, соответственно, все административные юридические лица и гражданские юридические лица, и я, как практикующий адвокат, знаю, что, если у нас идет речь о привлечении, так скажем, руководителя организации, то в любом случае страдают интересы его организации в связи с этим уголовным преследованием. Вот, поэтому, возможно, как вот, собственно говоря, они объясняют свою инициативу, связанную, естественно, с давлением, так скажем, наших международных организаций, которые считают, что во всех, так сказать, прогрессирующих законодательствах ответственность юридических лиц предусмотрена, а в России, собственно говоря, нет. И якобы в связи с этим у нас есть проблемы, так скажем, реализации определенных решений там за границей. Вот, возможно, так оно и есть, у меня личного опыта, к сожалению, в этом вопросе нет, поэтому могу только, соответственно, поверить на слово инициаторам этого законопроекта. И, может быть, в этом, в этой части, конечно же, имеет смысл вести этот институт, институт ответственности юридических лиц, чтобы быть на уровне, на уровне с другими странами, чтобы мы разговаривали на одном языке, и не было у нас этих несостыковок в праве, так скажем. Вот нашим слушателям, напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, напомню также, что ваши вопросы, комментарии, поделиться мнением по теме, которую мы сегодня обсуждаем, это уголовная ответственность юридических лиц, можно также написать на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Виктория, ну вот смотрите, у меня есть мнение, с которым я не согласна, да, то есть у меня две точки зрения, как у, в общем, два юриста, три мнения, у нас с вами сегодня должно быть обязательно минимум три мнения в эфире, но тем не менее, первое, это даже может быть не мнение, а скорее некие моменты, о которых вот я сразу же задумываюсь, когда и прочитала этот законопроект, обсуждения идут достаточно давно по поводу уголовной ответственности юридических лиц. Ну, во-первых, юридическое лицо, на мой вкус, тоже как практикующий адвокат, это все-таки средство совершения преступления, да, то есть я могу взять палку, стукнуть человеку по голове, грубо говоря, и у меня вот эта палка будет тем предметом, которым я это преступление совершила. В данной ситуации юридическое лицо, по сути, представляет из себя то же самое, это неодушевленная некая вещь, которая реально вообще существует только на бумаге, потому что все в юридическом лице, абсолютно все все равно совершают люди. Но, с другой стороны, очевидно, что у нас расплодилось огромное количество организаций, которые созданы исключительно для того, если уж прямо говорить, и, кстати, об этом говорит тоже и законопроект, чтобы совершать преступления различные, ну, в том числе, например, уход от уплаты налогов, да, уклонения. И здесь же мы говорим о фирмах-однодневках, здесь мы говорим о том, что и иностранные инвесторы в нашей стране, и, собственно говоря, наши же юридические лица не всегда могут быть уверены в своем контрагенте, потому что контрагент может, я не говорю про какие-то крупные контракты, о которых говорят по телевидению, понятно, что там все прекрасно представляют, кто с кем работает, но когда речь идет об обычной деятельности, может быть, не столь крупных организаций, вполне может сложиться такая ситуация, что твоим контрагентом оказалась фирма-однодневка. И дальше вообще возникают еще более интересные вопросы, потому что существует в том же арбитражном суде практика, и у налоговой инспекции практика, например, не зачитывать НДС, которая в результате этой сделки зачла организация вполне добросовестная. И каким образом вот от этой, будучи добросовестной организацией, от этого застраховаться от всего, в общем, достаточно непонятно, и получается, что и для наших же сограждан, и для наших людей, которые ведут бизнес посредством, естественно, создания юридических лиц, механизмы, в принципе, непрозрачные. Это вот одна сторона медали, да, то есть уголовная ответственность юридического лица. С другой стороны, я вот искренне считаю, что положительный европейский опыт нам еще просто рано применять, потому что в Европе что банкротство организации, что аналоги такого уголовной ответственности, это клеймо, позор, и, в общем, человеку, который руководил этим бизнесом, достаточно сложно потом, в принципе, начать какой-то другой бизнес или участвовать в чем-то бизнесе. У нас в стране, мы прекрасно видим, что у нас, ну, например, какие-то крупные организации, мы же никогда не смотрим, от какой именно фирмы они заключают договор. Я не буду сейчас, естественно, приводить примеры в виде торговых марк, но у меня лично было немало документов, ну, например, когда компания, известная компания, дилер автомобильный под этой торговой маркой, широко разрекламированный, продает машины, собственно говоря, потом эта компания банкротится в период банкротства, торговую марку передают другой компании, у нее аналогичное название, только еще одно слово добавлено, и она продолжает работать в том же помещении, в том же офисе, люди вообще не знают, что это что-то другое. Хотя вот первая компания, например, имела большие долги и решила их не отдавать, а банкротилась. И вот у нас в стране, ну, хорошо, одна организация у нас подпала под действие ее уголовной ответственности, ну, ничего страшного, можно же создать тут же другую, третью, четвертую, пятую. Вот, Виктория, у меня, на самом деле, вопрос к вам, как к адвокату, который занимается, в первую очередь, экономическим, введением экономических уголовных преступлений. Как вы думаете, как это у нас будет работать? Да в том-то и дело, видимо, никак. Я считаю, что основная проблема нашей страны, это не в законах, а в исполнителях. И, соответственно, законы-то мы в состоянии принятия, а кто их реализовывать будет, неизвестно, потому что я считаю, что и на личном опыте, естественно, с этим сталкивалось. Наш профессиональный уровень сотрудников полиции, Следственного комитета в основной своей массе достаточно низкий. И, соответственно, заниматься расследованием такой категории дела, ну, наверное, единицы в состоянии, а объем достаточно большой. Кроме того, я хочу напомнить, что, в принципе, тема борьбы с одноневками, она достаточно давно, и в последнее время достаточно большое количество изменений, в том числе и в уголовный кодекс, было принято именно как раз, чтобы бороться с этой проблемой, в том числе и уголовная ответственность нового состава у нас за создание фирмы Данилок. Также хочу напомнить, что у нас предусмотрено соответствующим законом исключение из реестра юридических лиц компаний, которые признаны недействующими. То есть, в принципе, закон это есть, кто их исполняет, некому исполнять. Я так думаю, что, соответственно, принятие данной инициативы, оно, собственно говоря, также будет, по большому счету, мертворожденной, и, наверное, в нашей стране сейчас в настоящий момент она преждевременная. А я вот честно скажу и вам, нашим слушателям, я очень боюсь, что он совсем не будет мертворожденной, как вы сказали сейчас, или мертворожденной. Не будем сейчас об ударении. Объясню, почему. Почему? Потому что, вот смотрите, на сегодняшний день, если при помощи организации совершено какое-то преступление, и потерпевший от этого преступления обращается в органы полиции и пишет заявление, что он получает в 99% случаев, ну, статистика условная, естественно, да, он получает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, связи с тем, что между сторонами имеются гражданско-правовые отношения, идите в суд, говорят в полиции. И даже если эта сделка от имени организации при помощи, точнее, не при помощи, а путем непосредственного участия ее руководителя, была произведена изначально и специально для того, чтобы, допустим, обмануть человека и посредством обмана завладеть его денежными средствами, мошенничеством мы это называем, да, даже в этой ситуации нам говорят, ну, все равно, у вас же договор был, две организации, два юридического, идите в суд, опять же, говорят нам. В суде что происходит? Мы можем пойти в суд. Мы в суде, допустим, даже выиграем дело в арбитражном суде, а в этой компании уже давным-давно нет денег. И в результате произошло что? Произошло преступление, формально права защищены, потому что формально состоялось решение суда, которым они вроде бы как восстановлены, но реального восстановления, естественно, нет, потому что нет денег, и, в общем, и человека-то этого тоже можно уже, в принципе, не найти. А возвращаясь обратно, возбудить уголовное дело крайне трудно, потому что даже после решения суда, который по 90-й статье Уголовного процессуального кодекса у нас является преюдицией, то есть, напомню нашим слушателям, то, что установлено решениями судов по гражданским, по арбитражным делам, по административным делам, ну, естественно, приговором по другим уголовным делам, если они вступили в законную силу, дополнительного доказывания не требуют. Это уже признается как факт. И, соответственно, даже если мы приходим с этим решением, нам говорят, ну, вот, ваше право восстановлено, идите, получайте деньги исполнительные, а мы понимаем прекрасно, что это не работает. Вот сейчас нам говорят о том, что, окей, сейчас можно привлечь юридическую организацию, юридическое лицо к уголовной ответственности. У нас что, теперь качнутся весы в другую сторону? Мы абсолютно всех, вот, сделка же не обязательно, если она не произошла, если не прошло оплаты, даже банкротство, не обязательно преднамеренное, эффективное или неудавшаяся сделка, это тоже не обязательно изначально мошенничество. Это, возможно, какие-то просчеты в бизнесе, которые действительно должны защищаться гражданскоправовыми механизмами, не уголовными. Но у нас теперь, наоборот, любая сделка, которая не произошла, пойдет у нас в органы полиции, будет подвергаться соответствующему расследованию, а фирма, которая не смогла так или иначе по той или иной причине свои обязательства вовремя исполнить, она будет подвергаться у нас уголовному преследованию. Вопрос остается открытым, мы сейчас выслушаем новости и через буквально пару минут вернемся к обсуждению этого вопроса. Итак, мы продолжаем обсуждать тему, напомню, это тема уголовная ответственность юридических лиц в студии Виктория Целюрик, адвокат-партнер адвокатского бюро Леонтьев и партнер, мы с ней сегодня обсуждаем эту тему и напомню, что вы можете позвонить, задать вопрос, хотя нам тоже будет сложно этот вопрос отвечать, потому что это только лишь законопроект, пока это еще не действующий закон. И в любом случае поделиться вашим мнением или какую-то историю рассказать по телефону 65 10 99 и 6, код Москвы 495, либо написать на сайт финам.фм на страничку программы «Формула права». А для наших слушателей я просто хотела сейчас озвучить в принципе содержание этого законопроекта, в каких случаях, во-первых, юридическое лицо считается причастным к преступлению, потому что мы в первой части программы обсуждали, что, в общем, наша доктрина нашего уголовного права все-таки к физическому лицу и к людям привязана с учетом того, что должен быть умысел. Но вот сейчас в такой форме предлагается. Во-первых, это в ситуациях, когда преступление совершено в интересах этого юридического лица и лицом, который выполняет в нем управленческие функции, либо осуществляет в нем фактическое руководство. И сразу хочу сказать, что также указано, что является осуществлением фактического руководства. Это тоже немаловажный момент, потому что теперь не только официальная должность, например, руководителя юрлица или членов совет директоров, может быть, правления, в зависимости от того, какие органы управления созданы в данном юридическом лице согласно его уставу. Но, тем не менее, это может быть и лицо, которое вообще по иным основаниям, закон не расшифровывает, что такое иные основания, но данные управленческие функции выполняет, тем не менее, управляет этим юридическим лицом, фактически им руководит. И вторая ситуация, при которой юридическое лицо считается причастным к преступлению, это в случаях, когда это юридическое лицо используется в целях совершения преступления, или сокрытия преступления, или последствий этого преступления, но, соответственно, также лицом, который в нем выполняет некие руководящие функции, либо фактическое управление осуществляет. Это ситуации, в которых предлагается ввести уголовную ответственность юридических лиц. И вот, Виктория, мы обсуждали, что здесь у нас палка о двух концах. С одной стороны, вот того репутационного удара, наверное, как это могло бы быть за границей, и в целом это работает, потому что то, что мы видим, многие организации, в том числе и крупные, которых привлекают к уголовной ответственности, они по законодательству соответствующей страны, как правило, признают свою вину, тут же выплачивают штрафы, лишь бы не было никаких последствий, связанных с привлечением к уголовной ответственности, лишь бы сохранить в том числе и свою репутацию. В нашей стране, мне кажется, репутации кто может дорожить? Какие-то организации, которые очень сильно регулируются и лицензируются, это страховые компании, кредитные учреждения, банки, либо какие-то очень крупные организации, которым просто условно прикованы взгляды, и они находятся на виду. Все, что среднее, мелкие относительно, и, в общем, даже не только средний бизнес, мне кажется, что это настолько будет все равно или нет? Нет, я могу, так сказать, на личном убытие еще раз сказать, что это не так. Действительно, даже информация в СМИ, что руководитель привлекается к уголовной ответственности, это определенный звоночек для контрагентов этой компании, а стоит ли заключать договора с этой фирмой. И действительно, это серьезный репутационный такой риск, и действительно серьезные убытки для компании, руководителя которой привлекают к уголовной ответственности. Ну, это руководитель, Виктория, это и сейчас его могут привлечь к уголовной ответственности. А сама фирма? Ну, соответственно, я думаю, такие же риски, собственно говоря, существуют. Если, соответственно, понимают, что фирма привлекается к уголовной ответственности, естественно, понимая, что правовые последствия этого, именно там большие какие-то санкции, штрафы и так далее, что сможет ли действительно фирма в дальнейшем выполнить свои обязательства или еще что-то. То есть имеет ли смысл заключать договоры сотрудничать с этой компанией? Поэтому, я думаю, даже на уровне малого и среднего бизнеса репутационные риски, они существуют, и настоящий момент, так скажем, действительно имеет значение. Но опять же, если мы говорим, допустим, о фирмах-однодневках, например, то есть фирмах, которые вообще специально созданы для совершения преступлений нередко, а мы прекрасно понимаем, что название этой фирмы никому абсолютно неизвестно, ее руководитель никого абсолютно не волнует, и, собственно говоря, даже публикации какие-то на этой фирме никак не скажутся. То есть, вот, например, в этой части получается, что, ну, хорошо, будет, предположим, эта фирма привлечена к уголовной ответственности. Крайняя мера, как расстрел, грубо говоря, только для фирмы, да, это ликвидация. Ну, хорошо, будет она ликвидирована. Максимум, что может сделать суд, ну, это через сколько времени, это сколько времени у нас расследуется будет преступление, тем более экономическое, которое нередко требует различных экономических экспертиз, специальных знаний и так далее. То есть оно в любом случае достаточно долго, оно за месяц не будет расследовано, как правило. Соответственно, пройдет много времени, ну, максимум, что дополнительно при ликвидации организации, это крайняя мера, которая вот как раз к таким организациям, специально созданным для совершения преступлений, может применяться, согласно проекта. Это признание сделок недействительными, но именно тех сделок, которые вот тоже преступный характер имеют, да. Ну, а как это все исполнять? Кто это все будет исполнять? Вот каким образом? То есть мне кажется, вот сейчас это опять же декларация у нас, определенная декларация, которую можно очень здорово манипулировать. Потому что если сейчас, как я уже говорила, если совершается какое-то экономическое преступление, очень сложно возбудить уголовное дело, тут же получают, как правило, люди отказ в связи с тем, что это гражданско-правовые отношения. Но зато если нужно по той или иной причине, сейчас это принято называть коррупционной составляющей, да, так или не так. Но если это нужно по какой-то причине, то можно возбудить уголовное дело, как был бы человек, статья найдется, да. У нас, собственно говоря, еще одну возможность мы даем в руки органов, соответственно, следственных. И далее мы прекрасно знаем, каким образом у нас, к сожалению, ну, выражая свое мнение, но я думаю, что многие со мной согласятся, суды у нас все-таки выносят приговоры с обвинительным уклоном, как ни крути. И то же самое у нас будет попадать не только с точки зрения физических лиц в суды, да, некачественно расследованное, а в конце концов закрепленное приговором прошедшим всей инстанции, вступившую в законы силы. То же самое в отношении юридических лиц. То есть дают, с другой стороны, да, дают такой мощный механизм, при котором и людей можно, соответственно, ну, воздействовать на них в определенном смысле слова, и организации можно и закрывать, и подвергать серьезным, пусть даже репутационным рискам, ну, и, соответственно, наказаниям, которые предусмотрены будут, если будет принят этот закон. А результатом? Что станет результатом? Я не знаю, что будет результатом, но, как известно, действительно, две стороны, медали, две стороны. Но я хочу сказать, что и в настоящем законодательстве достаточно, так скажем, механизмов правовых для злоупотребления со стороны следственных органов, со стороны органов полиции. Поэтому я не знаю, насколько необходимо для этих целей данный законопроект, я не знаю. И еще раз говорю, я в настоящий момент не вижу необходимости, так скажем, в реализации этого законопроекта, именно в утверждении его, потому что, как я повторюсь, некому его исполнять просто. И, соответственно, возможно, действительно появится очередной механизм давление на бизнес. Ну, вот смотрите, у нас еще такая ситуация происходит. Допустим, по одному и тому же уголовному делу к ответственности привлекается, ну, соответственно, обвинение предъявляется, как к физическому лицу, ну, допустим, это руководители, хотя не обязательно, так это и юридическое лицо. В ряде ситуаций дело могло бы быть прекращено в связи с тем, что, ну, к примеру, физическое лицо перестало преследоваться в уголовном правовом порядке. Но при этом у нас остается юридическое лицо, и дело уже не будет закрыто, да, как оно было бы закрыто, например, на сегодняшний день, потому что не осталось обвиняемых по делу. А вот в этой ситуации дело будет продолжаться, и здесь не будет ли, по вашему мнению, Виктория, вот мне просто хочется из опыта, я понимаю прекрасно, что нет пока правоприменительной практики в связи с тем, что нет этого закона, да, он не применяется, потому что его еще нет, он только обсуждается. Но сам факт, не боитесь ли вы, что это будет, с другой стороны, возможность вывести физическое лицо из-под уголовного процессуального удара, оставив там юридическое лицо, которое, ну, как бы отдадут в заклане, да, то есть уголовное дело будет проведено, будет найдено виновное юридическое лицо, а в каких-то ситуациях физические лица останутся на уровне свидетелей. Вот такая ситуация. Возможно? Да, думаю, что возможно, причем, я так понимаю, с этими минусами сталкивается законодательство Америки, у них тоже, естественно, предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, причем не в связи с физическими, и, соответственно, очень много обычных акционеров, которые не участвуют, скажем, в управлении, глобально, да, тем не менее, значит, когда привлекает юридическое лицо к ответственности и соответствующие санкции, естественно, стоимость акции, активов, она уменьшается, соответственно, страдают обычные рядовые служащие этого предприятия, справедливо ли это, да, а руководители, естественно, остаются без ответственности, и на это обращают внимание местные, так скажем, правоприменители, и в то же время, я-то понимаю, что в нашем проекте на этот счет ничего не сделано, и, соответственно, такая ситуация возможна, когда будут страдать, собственно говоря, обычные рядовые служащие, акционеры предприятия, а действительно виновные лица, руководители предприятия они будут просто привлечены к ответственности. А как вы, с учетом этого законопроекта, представляете себе еще одну ситуацию? Я задаю вопрос, хотя я тоже вместе с вами над ними же думаю, да, Виктория? Когда потерпевшим от действия руководителя может быть само юридическое лицо, но тем не менее оно может быть не единственным потерпевшим. Может быть оно является потерпевшим и является потерпевшим, ну какая-то другая сторона, контрагент. То есть, по сути, с одной стороны, это юридическое лицо пострадало и понесет вот эти самые репутационные риски, понесут, допустим, акционеры финансовые убытки за счет того, что это произошло в принципе, что так повел себя директор. Ну, предположим, некую абстрактную ситуацию, при которой директор действительно совершил преступление, использовав юрлицо, в котором он работает. И если мы говорим о том, что это нормальное работающее юридическое лицо, не подставная фирма, юрлицо, которое дорожит, допустим, о своей репутации. Вот в этой ситуации как бы? Не знаю, не знаю. Но, тем не менее, у нас есть такие случаи, когда действительно от лица руководителя страдает само предприятие. И в данном случае, естественно, акционеры или собственники это юридического лица имеют право обратиться с соответствующим заявлением. Есть 201 статья уголовного кодекса превышения должных, не должных, а превышения полномочий руководителем коммерческой организации. И, соответственно, принятие, так скажем, тех самых непопулярных решений, которые привели к каким-то убыткам или же к каким-то проблемам для предприятия, естественно, несет ответственность за это руководитель. Нет, ну подождите, Виктория, сейчас у нас минутка до новостей, но, тем не менее, не могу согласиться. Одно дело, когда неправильные какие-то управленческие решения были приняты, и, собственно говоря, существует обычная процедура в гражданском кодексе, пожалуйста, можно взыскать с работника и в гражданском, в трудовом, пожалуйста. То есть это не проблема. А если речь идет о преступлении, допустим, то есть руководитель организации использовал как саму организацию для того, чтобы похитить, к примеру, пусть даже мошенническим или каким-то иным путем, у третьего юридического или физического лица денежные средства, а заодно и, соответственно, организация от этого понесла убытки, потому что там могут с нее взыскать что-то и так далее. То есть разные могут быть моменты. Вот над этим вопросом хотелось подумать, потому что у нас, с одной стороны, сейчас мы говорим, что да, мы хотим, как в Европе и как в той же самой Америке, наказывать не только физические, но и юридические лица. Мы хотим, чтобы была более прозрачная схема работы, но при этом мы подставляем, опять же, мне кажется, сами эти юридические лица и тех, кто им владеет. Вернемся через пару минут. Мы продолжаем обсуждать тему сегодняшней программы «Уголовная ответственность юридических лиц». Со мной в студии Виктория Целюрик, адвокат и партнер адвокатского бюро «Леонтифа и партнеры». Напомню также нашим слушателям телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. Также можно на сайт finam.fm написать на страничку программу «Формула права» ваши вопросы или ваши впечатления от темы, которые мы сегодня обсуждаем. Потому что для меня лично, как для человека, ну так же, как и для Виктории, в общем и целом правоприменитель, то есть мы применяем уже те законы, которые, по сути, действуют. Я сейчас пока не совсем понимаю, каким образом фактически он будет действовать и вообще каким образом в принципе в России можно, хотя, наверное, нужно, но как, в какую форму это облечет? Вот именно уголовная ответственность юридических лиц. Я знаю, что у нас звонок есть. Любовь Николаевна на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас только кратенько. Вас тоже с праздником. Я давно хочу, вот, ну, темы этой нету на передаче, а у меня она волнует, я не знаю, как узнать. Я уже, ну, в возрасте, вот у меня какая тема. Я прописалась в Москве, в Москве, переехала жить в Москве. Любовь Николаевна, Любовь Николаевна, сразу хочу сказать, у нас сегодня тема, я надеюсь, что вы внимательно слушаете, уголовная ответственность юридических лиц. Я знаю, что это тема. Но как мне попасть со своей темой? Любовь Николаевна, единственное, что могу вам посоветовать, слушайте нашу программу, я думаю, что будет обязательно тема, когда мы будем обсуждать вопросы, которые вам интересны. Спасибо вам большое за звонок. Напомню еще раз, телефон студии 651099,6, код Москвы495, также финам.фм, это сайт радиостанции Финам, и вы можете на страничку программы Формулы права ваш вопрос отправить по теме сегодняшней, желательно. Мы продолжаем в секторе обсуждать, и, собственно, вопрос у меня к вам такой. Вот смотрите, Виктория, в принципе, привлечение к уголовной ответственности юридических лиц, это вопрос, который не сегодня стал обсуждаться. И проект, который там тоже впервые не сегодня появился, и сообщения такие тоже, это не новая тема, вот не сегодняшнего дня. Почему, как вы считаете, сейчас возникает, ну, такой новый вал, новый пик обсуждения этого вопроса? Ну, могу согласиться, так скажем, с комментариями сотрудников Следственного комитета, что действительно давление соответствующих международных организаций, которые обращают внимание о том, что у нас нет этого института, который, собственно говоря, практически во всех странах, с которыми мы сотрудничаем, есть привлечение к уголовной ответственности юридических лиц. Вот, и, возможно, действительно, проблемы взаимодействия на этом уровне и, соответственно, разница в наших законодательствах, она дает определенные проблемы, и для решения этих проблем, и для проблем взаимодействия, значит, принимаются эти решения... То есть вы считаете, что это не наша внутренняя необходимость острая на сегодняшний день назревшая? Нет, однозначно нет. Я еще раз повторяю, что я считаю, что для борьбы с однодневками, для, соответственно, репутационных моментов, для привлечения, не привлечения, а, так скажем, наказания, соответственно, юридических лиц у нас есть и законы, и административный кодекс, и гражданской ответственности, и, еще раз говорю, уголовная ответственность руководителей, я считаю, что их вполне достаточно, чтобы, собственно, те цели и задачи, которым ставится, собственно говоря, уголовное право, значит, они были реализованы. Вот. Соответственно, я так понимаю, что здесь в основном проблема идет... Внешнего плана. Да, внешнего плана. Виктория, давайте выслушаем звонки телефон студии, напомню, 651099,6, код Москвы 495. Знаю, что у нас Виктор ожидал, но, по-моему, сорвался звонок. Почему? Я здесь. А, Виктор, отлично, слушаем вас. День добрый. Добрый день. Ну, опасения Виктории, как говорится, поддержат многие, потому что любой закон это палка о двух концах и верят ей, как шестонки китайского монаха, некоторые, если бы у нас должностные лица. Но закон необходим хотя бы даже в отношении крупных корпораций. Потому что с мелкими фирменными однодельками в состоянии справиться на основании существующего законодательства правоохранительными желаниями. Только что-то никто не справился еще, Виктор. Вот они как были, так и есть. Ну, это нужно... Зачем тогда есть законы в отношении их, когда есть действующие старые? Нужно только пользоваться. А вот для крупных компаний, для наших китов, например, того же сотовой компании «Мегафон», было бы кстати, потому что вот элементы мошенничества в их политике прямо прописаны. Виктор, что ты для меня сделаешь? Спасибо вам большое за мнение. Спасибо огромное. Ну вот смотрите, Виктория, я вообще не могу не согласиться с нашим слушателем в той части, в которой он говорит, что для крупных корпораций это действительно может быть действенный механизм, когда, во-первых, не так легко отказаться от юридического лица, во-вторых, когда люди, руководящие или владеющие, или способные принимать или влиять как-то на решение юридических лиц, являются нередко людьми, которые на виду, и в общем на них действительно может такое воздействие уже оказываться. Как вы считаете, Виктория? Я еще раз повторяю, мне кажется, тех законов, которые существуют, тех механизмов права, которые уже есть, достаточно, и у нас примеров этих достаточно, вспоминают «РБАТ Престиж», крупную компанию достаточно, что с ней стало, мы ее не знаем, уже больше не видим. Это отдельная тема с компанией непосредственно с этой, я думаю, что мы сейчас не будем ее касаться. Я не думаю, что здесь вот именно то, что лежит в основе законопроекта, вот именно в этой компании применялось. Воздействовать на крупные корпорации есть чем, есть механизмы, вопрос исполнения, как всегда, я считаю, что основная проблема в исполнении. А вот смотрите, на сайте такое мнение, хочу его прочитать. Алина это мнение оставила. Какая-то половинчатая мера предлагается Следственным комитетом. В Древнем Риме заговорилась уже, практиковалась децимация за преступление легиона. Древний персидский царь Ксеркс вообще применял телесные наказания к морю. Если же серьезно, то сейчас есть достаточно большой спектр статей, по которой можно привлечь к ответственности физическое лицо за его преступление, в том числе и в составе юридического лица. Ну вот такое же мнение, как вы выражаете, хотя я, например, для себя, вот честно, и для наших слушателей тоже пока что не определилась до конца. Скорее всего, я понимаю, что, наверное, это нужно. Наверное, в принципе, это должно быть и работать, но я больше, чем необходимость в этом, я не говорю сейчас про внешние какие-то моменты, о которых вы сегодня говорили, в том числе о проблемах взаимодействия с другими странами, которые иногда нам в этом взаимодействии отказывают, ввиду того, что у нас такой процедуры нет. Но я больше боюсь, что это станет еще одним механизмом, возможностью влиять на бизнес, влиять на владельцев бизнеса, собственно говоря. И что уж тут скрывать для каких-то коррупционных, скажем так, моментов тоже. Я больше боюсь, что эти механизмы, которые сейчас предлагаются, будут использовать совсем не в том смысле, не в тех целях, в которых вообще это предполагается изначально ввести, а с учетом пока существующей, по моему мнению, на данный момент обвинительного уклона и обвинительной политики в судах, мне кажется, вообще дополнительных каких-то давать рычагов воздействия в принципе нельзя в нашу уголовно-процессуальную сферу, даже если она очень нужна. Давайте еще звонки выслушаем. Я знаю, на второй линии у нас Михаил хотел высказаться. Михаил, день добрый. Да, здравствуйте. Меня зовут Михаил. У меня вопрос такой, а не возникли ли опять противоречия в этом законе с исполнением и, собственно, написанием, как закон о, ну я не знаю даже, закон, не закон, о однодневках? Потому что, я знаю, у многих пытаются привлечь по этой статье, но, будучи в налоговой инспекции, мне инспектор жаловался, что понятия однодневки не существует. Есть понятие неплательщик налогов, то есть это тогда уже дело, в общем-то, налоговой инспекции. Вы сложный вопрос задаете, на мой взгляд, Михаил, потому что мы как раз и обсуждаем сегодня именно этот вопрос. Вот мне, например, сложно пока предположить, в каком русле пойдет исполнение этого закона. Я вот, если от себя, я не сомневаюсь, что если, когда и если он будет принят, соответственно, наверняка через какое-то время пройдет обязательно какое-нибудь громкое дело по этому закону, уголовное, нам покажут всем, расскажут и доложат, какой замечательный закон, и как прекрасно он... Да, и пойдет волна по стране, да? Как он прекрасно регулирует. А тут два варианта. Либо она пойдет волна по стране, либо она дальше никуда не пойдет. Мы с вами прекрасно забудем, что есть замечательный такой закон, который недавно был принят. Понимаете? А при этом он будет тихо использоваться в случаях, когда это по большому счету кому-то нужно, если уж вещи называть своими именами. Вот я боюсь вот этого. Я на самом деле не самого закона боюсь, потому что прописать закон так, чтобы он стал идеален, это невозможно. Вот мое искреннее мнение, что это невозможно. Ну вот не знаю, Виктория, а что вы скажете? Я тоже считаю, что прописать закон, чтобы он был идеальным и, соответственно, не было возможности для зуботребления, я думаю, что нереально. Поэтому, как всегда, работа с кадрами, действительно, может быть, реформа образования, которая сейчас, собственно говоря, может как-то на эту ситуацию повлиять, потому что, ну, еще раз говорю, все проблемы, я считаю, что в исполнителях, а не в законах. Я уже повторяюсь, но тем не менее, не отхожу от своей точки зрения. Вот единственное, я хочу напомнить, что, значит, соответственно, для чего, собственно говоря, данный закон принимается, и за какие преступления, собственно говоря, хотят привлекать юридические лица отдельно. Это финансирование терроризма, экстремизма, легализацию преступных доходов, преступления против мира и безопасности, человечества, экологии, незаконный оборот оружия и наркотиков, преступления, кооперационная направленность торговой людьми. То есть эта сфера, так скажем, преступлений, она в общей массе, наверное, незначительный процент, потому что терроризм, они очень, так скажем, общественно опасны, но тем не менее, процент таких преступлений невелик, и поэтому, соответственно, громких дел по привлечению юридических лиц за реализацию этих, за совершение этих преступлений, тем будет немного все-таки, с учетом. Ну дай бог. Давайте еще звоночек выслушаем, Сергей у нас на линии. Слушаем вас, Сергей. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Вот я являюсь юристом общества защиты потребителей, и нам приходится в своей деятельности сталкиваться с тем, что приходится объяснять людям, когда они приходят, что решение суда, которое будет вынесено в их пользу, не будет исполнено, потому что юридическое лицо существует только на бумаге. То есть есть такой случай в практике, когда... Сергей, Сергей, буквально секундочку перебью вас. Если нетрудно, выключите радио, то у нас эхо просто появляется. Я вас перебила, вы говорили по поводу случая. Вот хотели рассказать. Да, вот реальный случай. Значит, в ходе судебного процесса компания заявляет уже о том, что мы реорганизовываемся, то есть путем присоединения к другому акционерному обществу. Как результат, общество, к которому они присоединились, суд не явилось. Заскать с него, ну, это уже по практике, я уверен, будет что-то невозможно. То есть человек останется... То есть решение суда есть, об этом уже говорил. Я это говорю к чему? К тому, что вот это вся потуги, которые вот сейчас наши законодатели пытаются существить, панацею пытаются найти в том, чтобы принять новую бумажку, которая якобы решит все вопросы. У нас есть привлечение за взрослую неуплату кредиторской задолженности в уголовную статья. Однако судебные приставы заявляют, что мы вас будем делать только в том случае, если будет доказано, что юридическое лицо имело реальную возможность исполнить. Несмотря на то, что есть восстановление предпоследовательского государства, в котором четко указано, что это не является основанием для отказа в возбуждении уголовного. Тем не менее, практика такова. То есть механизм есть, однако, если бы этот механизм реализовывался, то лица, возглавляющие юридические лица, думали бы о том, что они понесут уголовную ответственность, и они принимали бы меры к исполнению решений судов. И этот закон бы абсолютно не нужен был. Знаете, вот в этой стезе, если смотреть ближе к людям, то есть в основном, то есть какие-то там глобальные задачи терроризма и так далее, потребители страдают просто массово от того, что решение судов не исполняется. И люди даже приходят, я исполняю сам закон о защите прав потребителей людям, разъясняю, что решение будет неисполнено, вполне возможно. Решайте сами, будете выйти в суд. И люди даже иногда просто знают, идут на свой риск в этот суд. Хотя не риск, что это решение будет пустой бумажкой. Сергей, спасибо за мнение. Я, кстати, в одной из программ, уже не помню, что мы обсуждали, но это, знаете, шутка с долей шутки. Могу сказать, что я сторонник долговой ямы. Вот откровенно говоря. Потому что, ну, давайте не обсуждать, если человек должен, имеется, или юрлицо должно, имеется ли у него реальная возможность, а он уклоняется от исполнения решения суда или не имеется. Это уже проблема вторая. Если должен, должен платить, собственно говоря. И, в принципе, тому, кому должны бедного несчастного кредитора, особенно если это потребитель или гражданин в каких-то жизненных ситуациях, его, в принципе, вообще не должно волновать. Есть у того, кто взял его деньги, возможность отдать или нет. Он должен найти эту возможность и реализовать эту возможность, денежные средства вернуть. Но вот то, что сейчас Виктория как раз сказала, что вот в том виде, в котором сейчас предлагается применять уголовную ответственность юридических лиц, относится к достаточно таким узкому кругу преступлений, хотя мы тему берем сегодня гораздо шире. Две минуты, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему уголовной ответственности юридических лиц. Напомню, что в студии находится Виктория Целюрик, адвокат партнера адвокатского бюро Леонтьева и партнеры. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, поделиться своим мнением. Также можно написать ваше мнение на финам.фм или вопрос на страничку программы «Формула права». Я знаю, что у нас еще звоночек есть. Давайте выслушаем Александра. Александр, день добрый. Здравствуйте. Я считаю, конечно, вопрос сложный и интересный, но я бы хотел обратить внимание немножко на другое. Мы постоянно используем какие-то параллельные неюридические термины, типа «однодневки» и еще какие-то. Я 20 лет занимаюсь планированием налогообложения, в ситуации в углу планирования налогообложения и стою не на стороне государства, а на стороне налогоплательщиков, ибо налоги это и есть насильственное изъятие части имущества налогоплательщика. Такая интересная точка зрения на налоги, но мы сейчас не ее обсуждаем. Мне кажется, это современная точка зрения. Просто я добавил слово «насильственное» и все. Но вы пропагандируете параллельные терминологии. Ну, смотрите, Александр, если вы... И так далее. Я считаю, это ведет немножко не к тому. Вопрос сложный, нельзя так упрощать. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо вам большое, Александр. Ну, что касается терминологии, я могу сразу сказать, что достаточно часто мы используем термины вместо сухих, юридических, которые, наверное, многие слушатели просто было бы сложно слушать и, наверное, не очень бы понятно, откровенно говоря. Поэтому, конечно, мы достаточно часто используем термины, которые не являются профессиональными, объясняя какие-то профессиональные моменты. Мне кажется, что это достаточно правильно, но, тем не менее, спасибо за мнение нашему слушателю. Еще звонок есть. Виктор на связи у нас. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Еще раз представлюсь. Представитель частного бизнеса. Скажите, пожалуйста, вопрос. Зачастую сталкиваюсь с таким моментом. Мы работаем с поставщиками. Если у них меняется руководитель, кто в дальнейшем несет ответственность. А фирма оформлена на человека, который, ну, явно, ну, будем считать бомб. На подставного. Да, на подставного. Директор. В дальнейшем кто будет ответственность. Сейчас опять меня будут ругать, конечно, за терминологию неправильно, но, тем не менее. Извините, я дико извиняюсь, да, но когда налоговый инспектор спрашивает, задает вопрос. В конечном-то, кто будет? Подают на налоги и так далее, и так далее, на налоги вычеты, да. И мы, когда обращаемся, там является уже другой гражданин. Соответственно, кто в данном случае несет уголовную или административную ответственность? Большое спасибо. Всего доброго. Виктория, ну, что скажете? У нас по гражданским правилам и сделкам, естественно, предусмотрена гражданская ответственность. Если контраген не выполнить обязательство, пожалуйста, в судебном порядке. Значит, соответственно, в вашей ситуации, кто несет ответственность? Ну, есть такое понятие, как добросовестный, проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. И это обстоятельство всегда установлено в судах арбитражных, при обжиловании решений налогового органа. И в этой части, конечно же, ответственность, к сожалению, если действительно руководитель организации не провел ту самую должную осмотрительность при выборе контрагента несет, естественно, сам руководитель этой организации. Вот вопрос, насколько вы действительно добросовестны, это вопрос доказывания. Я еще один момент хочу сказать. Вот смотрите, не уверена, что именно под этим углом спрашивал слушатель, задавал свой вопрос, но возвращаясь к обсуждению как раз темы сегодня, к тому, что в принципе существует достаточно большое количество правовых механизмов, которые тем не менее очень сложно реализовать. Что касается, во многих просто люди не знают. Один из таких механизмов является субсидиарная ответственность, так называемая. Субсидиарная ответственность, которая применяется при банкротстве, как банков, так и любых других организаций. Такой род ответственности предусмотрен, соответственно, законом о несостоятельности банкротства. Вот как это выглядит и как это относится к вопросу, который нам слушатель сейчас задал. Если у нас происходит банкротство организации, например, контрагента, и в рамках этого банкротства уже конкурсный управляющий вправе предъявить требования и потребовать привлечку к субсидиарной ответственности, например, руководителям, или лиц, которые реально управляли данной организацией, но все-таки это будут либо акционеры, либо учредители и прочее. Вот если у вас контрагент, это организация добросовестная, у которой живой, нормальный, реальный директор, к примеру, живой, нормальный, реальный учредитель или несколько учредителей, то вот этот механизм дополнительный, по сути, механизм взыскания, он дополняет ту ситуацию, когда у нас, например, банкротство возникло. Он может заработать, кстати. А если вы, вступая в коммерческие отношения с организацией, в хозяйственные отношения с организацией, понимаете, что ее учредители, ее руководители являются директором подставным, ну, мало того, что не нужно никому об этом говорить, чтобы вы это знали с самого начала, потому что тогда вас никто не признает добросовестным, естественно. Но, кроме всего прочего, вы сами себе, работая с такой организацией, в принципе, убираете сами себе те возможности, которые даже сейчас существуют в законе, и которые нередко способны привести, при определенной ситуации, предусмотренной законом, они способны привести к дополнительному взысканию уже за счет физического лица. Если она отдавала неправильное, например, распоряжение организации, в результате которых та банкротилась или которые существенно ухудшили ее финансовое положение. К примеру, как один из вариантов. Что касается уголовной ответственности, вот среди, чем отличается, например, законопроект 2011 года, который тоже Следственный комитет предлагал, и то, что предлагается сегодня. Это как раз то, что озвучила Виктория. На сегодняшний день речь идет о привлечении к уголовной ответственности только тех организаций, которые, ну, узкий круг преступлений из международных конвенций, да, которые взяты. Но среди них есть легализация преступных доходов, вот специально себе выписала, и, соответственно, коррупционные преступления. У нас, по-моему, все, о чем мы сегодня говорим, по-хорошему, либо подпадает, либо можно за уши притянуть, было бы желание, да. Вот подойдется два пункта. Понятно, что терроризм, это уже сложно, там, торговля наркотиками, оружие, это сложно. А вот коррупционная составляющая, легализация преступных доходов, они уплачены на налоги. Какие это доходы? Преступные? Преступные. Если у нас в организации используется юридическое лицо для того, чтобы уходить и уклоняться от уплаты налогов. Каким образом? Вот можно это будет использовать? Теоретически, да. Как мне кажется, Виктория, что считаете? Ну, мне так кажется, здесь все-таки правило будет действовать, что если организация уже привлечена к ответственности, видимо, двойное привлечение к ответственности за одно и то же события, преступления, правонарушения, видимо, невозможно. Я вообще не знаю, но мне так кажется, что так должно быть. Вот, как оно будет на практике, посмотрим, потому что нередко у нас действительно привлекают к административной ответственности физическое лицо за какое-то правонарушение, и параллельно, значит, возбуждается уголовное дело. Хотя я считаю, что это не совсем правильно. Что касается, действительно, перспектив этого законопроекта, мне кажется, все равно он преждевременный. И еще, в свою очередь, я хочу, так скажем, напомнить или повториться по поводу все-таки необходимости принятия данного законопроекта, вот как, собственно говоря, отмечают инициаторы данного законопроекта. Это ответственность юридической лица, причастная к отдельным видам преступления, содержится в Конвенции Совета Европы, уголовную ответственность за коррупцию. Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, к которой присоединилась Россия, Российская Федерация. В данном случае, естественно, у нас, я еще раз говорю, есть такая обязанность, подкрепленная, скажем, позицией международной организации, что мы все-таки должны, наши законопроекты должны соответствовать международным правам. Я думаю, что в первую очередь, если мы заговорили об этом, Виктория, есть второй момент, который сейчас тоже в СМИ говорят очень много, когда обсуждают вот этот законопроект уже в сегодняшней редакции. Говорят о том, что есть большие, значительные финансы, я цифры не помню, потому что у меня все-таки юридические склады, они с цифрами связаны, но значительные, которые исчисляются миллиардами, которые находятся за рубежом. Возвратить эти деньги не можем, потому что не можем, опять же, предоставить судам уже в других странах решение судов наших, которым была признана преступная деятельность организации. То есть деньги за рубеж перечислила организация, у нас есть сведения о том, что это деньги, добытые преступным путем от терроризма, пусть даже мы обсуждаем какие-то узко специализированные направления преступной деятельностью, торговля наркотиками, оружием, людьми и так далее. Но в связи с тем, что мы не можем представить соответствующее решение суда нашего, нам противопоставляют тот факт, что никто не может быть произвольно лишен своей собственности. Раз у нас нет решения суда, то, значит, нельзя лишать собственности. Я думаю, что в первую очередь, говоря о том, что у нас какие-то громкие процессы сейчас вполне могут быть, я говорю о том, что для того, чтобы вернуть эти деньги, по которым, возможно, по многим из них уже получены ответы, где без решения суда нам не возвращают никакие денежные средства, мы не можем их получить из-за границы, доходы таким преступным путем, которые там получены, которые там оказались, вот, скорее всего, пойдут именно по этим делам какие-либо процессы. И, ну, собственно говоря, по этим делам пойдут, дай бог, какие-то возвраты денежных средств, мы тогда все поаплодируем, если это все совершится, забудем опять же об этом. А вот под эти два пункта, легализация преступных доходов и коррупционная, соответственно, деятельность, вот под эти два пункта очень много у нас подходит. И я боюсь, что в любом случае, как бы не сузили сейчас в отношении проекта, например, 11-го года, проект, который предлагается сейчас, как бы не сузили сферу деятельности и преступлений вот этих организаций, которых предлагается к уголовной ответственности привлекать, тем не менее, в любом случае это еще один серьезный, весомый механизм, который сможет использовать, смогут использовать у нас, соответственно, органы внутренних дел, полиция. И я боюсь, что недалеки ситуации после того, если этот закон будет принят в таком виде, хотя я даже не знаю, в каком виде его на данный момент можно прописать, я просто боюсь, что вот внутри стороны для нас рано. Я понимаю, что внешне у нас действительно есть предпосылки, необходимость такой закон принимать, но вот внутри стороны данный закон, конечно, для нас преждевременно, с нашей правоприменительной практикой, с нашим обвинительным уклоном. Я боюсь, что это действительно будет одна дополнительная форма воздействия в ряде случаев, опять же, на бизнес, и на крупные организации, и не только на крупные, у нас же коррупционная составляющая или какой-то административная составляющая, она не только к монстрам экономики применяется, она применяется даже к малому бизнесу, это сплошь и рядом. Виктория, что думаете? Думаю, да, я с вами согласна. Но по поводу нашего законодательства, а именно уже имеющихся правовый механизм, я также хочу напомнить, что у нас есть административная ответственность, предусмотрена юридическим лицам за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, поэтому, собственно говоря, причастны к преступлению, к коррупционному направлению, опять-таки говорю, есть механизмы, не работают, не работают, поэтому не уверена, что... Ну, одно дело, у нас буквально 40 секунд осталось, Виктория, но одно дело, когда механизм административный, да, там некий штраф, еще оплатишь, не оплатишь, ну, в принципе, это штраф, а когда механизм у нас уголовный... Там тоже штраф о наказании... Ну, штраф о юрлиц, да, как бы, но мы все прекрасно знаем, что если в отношении человека возбуждается уголовное дело, он не хочет потерять свободу свою, да, он не хочет, чтобы его взяли под стражу или лишили свободы, и очень часто вопросы как-то решаются с контрагентами, да, которые инцеливали, возможно, это уголовное дело. И у нас это и используется в гражданско-правых отношениях, когда, возможно, преступления-то и нет. Я напомню нашим слушателям, что в эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Ибрайчева, мы услышимся на следующей неделе в четверг.